В последнее время я наконец-то стал больше времени уделять стримам, чаще выхожу на связь с вами и больше отвечаю на вопросы. И хоть с момента релиза бесплатной версии игры Новый Свет прошел почти год, новые игроки в Destiny продолжают пребывать. Вопросов у новичков полно, но на все сразу не ответить. Однако в этом ролике я решил уделить внимание сервисам, о которых стражи, что скачали игру недавно, не знаю. Или боятся разобраться. Полезные сайты, приложения, которые значительно упростят процесс игры. Менеджеры снаряжения, базы знаний, калькуляторы и все вот это вот. Я перечислю те сервисы, которыми пользуюсь сам более-менее регулярно, так что сразу отвечу на вопрос безопасности. Большинство сайтов работают через привязку вашей игровой учетки к базе. Однако могу заверить, это абсолютно не должно вас беспокоить. Все действия с авторизацией вашей записи вы сможете отследить в личном кабинете на сайте Банжи. И левые или подозрительные сайты просто не получат опруф от разработчика. Я, как и огромное количество других игроков, пользуюсь этими сервисами много лет. Некоторыми со времен первой части. Так что да, все окей. Но, на самом деле я конечно просто в доле с разработчиками этих сервисов и мы воруем, а потом продаем учетки моих подписчикам. Короче к делу. Начнем с банальностей. Самый популярный и универсальный менеджер снаряжения. Destiny Item Manager. Или коротко, DIMM. Мощный инструмент со множеством опций. Тут и передача снаряжения между вашими персонажами. И создание наборов для более быстрого переодевания вашего стража под ту или иную активность. Вот собрался это на персонажа. Надел в лучшие по перкам шмотки. Выбрал любимые пушки. Сохранил комплект. Назвал его например ПВП нагиб. И все. После этого тебе только и стоит, что перед тем как отправиться в Гарнила, выбрать этот комплект в DIMM и нажать одну кнопку. А игра тебя уже снарядит. Есть полезный режим фарма, включив который, все снаряжение, которое ты будешь выбивать в течение своего захода на фарм налетов или еще чего, будет автоматически отправляться в хранилище. Главное, чтобы там место было. Кроме того, в описании оружия и снаряжения вы увидите более точную информацию о его характеристиках, чем в самой игре. Все ключевые данные отображаются в цифровых значениях. У оружия можно отследить даже то, насколько вертикальная у него отдача и посмотреть, как ее исправит установка мода на ее снижение. Например, вот тут кривую отдачу вправо можно выправить до идеально вертикальной. Еще есть огромный список команд для фильтра, разобраться в котором сходу может кому-то будет и непросто, но зато благодаря ему вы сможете отсортировать шмотки по желаемым характеристикам. Или быстро находить нужное оружие по типу урона или просто по названию. В целом же, Дим просто самый удобный менеджер предметов. Гораздо удобнее встроенного в игру хранилища, где все почему-то лежит все еще в одной куче. И намного удобнее других менеджеров. Так что даже только одна возможность наглядно оценить, что у вас и где валяется, и привести снаряжение в порядок, уже очень дорогого стоит. Ссылка на это приложение, а также на все последующие сервисы будет в описании к видео. Следующий сайт особенно актуален будет сейчас, когда начнется новый сезон. Когда стражи будут заняты прокачкой своего персонажа. Destiny 2 Power Calculator. Маленький, сделанный за 15 минут, сервис, но дико полезный для тех стражей, кто все никак не может разобраться, почему он уже 1009 уровня силы, а шмотка падает на 1008. Сайт позволяет определить, когда следует проходить активности с мощным снаряжением, а когда стоит выбивать обычные легендарки или даже при большом везении синие шмотки. Суть в среднем уровне силы. Мощное и сверхмощное снаряжение отталкивается от этой цифры. Усредненный уровень брони и оружия выдает цифру, допустим, 980. Следовательно, мощное снаряжение будет выпадать 982. Но если до достижения 980 не хватает подтянуть 1 слот на 1 единицу, а вы это проигнорируете, то мощная награда будет 981 единицу. Как пользоваться? Вбиваете в каждый слот шмотку с максимальным уровнем силы, и калькулятор выдает и значение среднего уровня силы, и количество единиц, необходимое до преодоления следующего уровня. Если не хватает 2-3 единиц, смотрите какой из слотов отстает от среднего лайта, и старайтесь достать шмотку. Обычные легендарки, синька и награда от некоторых вендоров. Тут, как повезет, иногда они выдают шмотки ниже вашего среднего уровня. Также не стоит забывать про награды из сезонного абонемента. Не тратьте рубежи с мощными и сверхмощными снаряжениями для этой цели. А вот достав шмотку в отстающий слот, вбейте получившееся значение в калькулятор, и если средний уровень силы поднялся, смело штурмуйте мощные и сверхмощные рубежи, не забывая вбивать выбитое снаряжение в калькулятор, и повторять эту процедуру, пока не доберетесь до капа. Пользуйтесь, сохраняйте, а пока двигаемся дальше. Сайт Today in Destiny, пожалуй, главная база ассортимента вендоров и активностей в игре. На вкладке Events вы можете отследить список всех доступных активностей недели, даже с таймером до окончания того или иного мероприятия. Например, сколько еще будет доступен тот или иной сумрачный налет, какой босс и какой лут падает на алтарях скорби, какая кузница доступна сейчас и так далее. Очень полезный инструмент для тех, кто, например, застрял на каком-то квесте, в этапах которого необходимо закрыть какой-то конкретный затерянный сектор или кузницу. На другой вкладке, Вендоры, вы можете не просто отследить ассортимент торговцев, но даже почитать, какие контракты они предлагают сегодня. Особенно удобно чекать ассортимент Эверверс. Кстати, о ней в следующей вкладке, на этом же сайте, вы можете сразу увидеть расписание ассортимента торговки на весь сезон вперед. Что может здорово выручить в случаях, если вы хотите купить какой-нибудь корабль за серебро, то насомневаетесь, а вдруг за яркую пыль привезет. Открываете сайт, проверяете и экономите серебро на тот шмот, который будет продаваться эксклюзивно за эту валюту. Про LightGG я много говорить, наверное, не буду, уж про этот сайт знают даже самые зеленые игроки. Самая большая база знаний по игре. Любая пушка, любая шмотка появляется здесь. Посмотреть возможные перки на оружие, почитать описание оружия и лор, отследить прогресс триумфов и квестов. Все это тут. Главное, энциклопедия по игре одним словом. Обязательно должна быть в закладках у каждого игрока. А где Зур? Привет, а Зур где не подскажешь? Ребята, торговец где? Вот это все можно найти в комментариях, хоть в среду, хоть в четверг. Что ж, дружище, если тебе важно знать, где Зур и как он, добавь уже в закладки с сайта WorldZur. И расскажи своим друзьям. Тогда ни видосы будут не нужны с его поиском, ни вопросы одинаковые в ЛС писать не придется. Давай, я в тебя верю. Ну и, пожалуй, последний сайт на сегодня, lowlydeaf.com. Тут можно найти самую удобную карту собираемых предметов, затерянных секторов, сундуков, разных там мертвых призраков и всего того, что может потребоваться по различным квестам или триумфам, да и просто игроку-коллекционеру. Сайт довольно тяжелый, так что советую использовать его не с мобильного устройства, особенно если собираетесь начать собирать предметы в городе Грюс. Тут карта локации пестрит иконками, как новогодняя елка. Но все же это гораздо удобнее, чем тыкаться наугад, правда? К некоторым предметам, например, к оскверненным яйцам, предлагается ссылка на ролик на ютюбе с подробной инструкцией, как их найти. Что ж, я не перечислил еще несколько сайтов, которыми пользуюсь, например, трекинг проведенного в игре времени или просмотр статистики по рейдам и по испытаниям Асириса, сайтов полезных сообщество Destiny создает уйму. Однако я думаю, что те сайты, что я рассмотрел в видео, наиболее важны именно для тех игроков, кто лишь недавно начал играть в Destiny 2. Но если вам любопытно, у нас в группе ВКонтакте мы собрали в отдельной теме специальный список всех сайтов и сервисов по игре. Так что обязательно загляни, уверен, ты найдешь там немало интересного. А на этом пока все. Спасибо тебе за просмотр, Страж. До связи. Страж.